Норильск Сроки круг вопросов от потребностей в закупке материально-технических ресурсов до тонкостей закупочных процедур. Отмечу, принимающей стороной стал Норникель. Для градообразующего предприятия внутрикраевая кооперация «Непустой звук». Только в 2017-м у краевых поставщиков компания закупила оборудование и ресурсы почти на 15 миллиардов рублей. Это, естественно, рабочие места дополнительные. Это разработка новых и выпуск новых видов продукции. Это новые технологии, это новые материалы, это новые рабочие места. Поэтому мы решили совместно с Норильским Николем перейти на следующий качественный уровень. От общений в кабинетах, в залах, перейти на общение на производство. Я могу только поприветствовать такое рвение Министерства промышленности. Насколько они уделяют этому внимание. Мы, со своей стороны, только поддерживаем присутствие здесь разных компаний, именно отечественных производителей, как правило, зачастую. И готовы в дальнейшем сотрудничать. Новый способ утилизации отработанного масла и нефтяных шламов разрабатывают новосибирские ученые. Отходы и нефтедобыча и переработки сибиряки предлагают сжигать в струе водяного пара. Работу уже поддержал Российский научный фонд. В рамках гранта на исследование технологий ученые только в этом году получат 5 миллионов рублей. Ежегодно в нашей стране накапливается несколько миллионов тонн отходов нефтяной промышленности. И их необходимо безопасно утилизировать. При сжигании обычным способом в воздух выделяется большое количество токсичных продуктов горения. Новосибирцы утверждают, сжигание углеводородов с использованием струи водяного пара более экологично. Топливо сгорает полностью, за счет этого выделяется меньшее количество токсичных компонентов. Повышается как полнота сгорания, соответственно, экологические характеристики. Одно из зданий БАКМО, Дом физической культуры на Октябрьской 6Б, преобразилось. Его фасад стал небесно-голубым. Это своеобразный подарок 70-летию здания. Последний раз фасад обновляли 18 лет назад. Тогда это были лишь косметические работы. На этот раз полностью заменили штукатурный слой, отреставрировали балконы, восстановили кирпичную кладку. Работу проводил местный подрядчик. Муниципалитет заключил с ним контракт в мае. Обновленный фасад обошелся городскому бюджету в 17 миллионов 200 тысяч рублей. Заказчик остался доволен. Отбивалась 100% старая штукатурка, восстанавливались архитектурные облики. Ну и в последующем, в едином стиле для данного района, достаточно удовлетворительно выполнены работы. В принципе, претензий к качеству нет. Куда обратиться, если не согласен с решением бюро медико-социальной экспертизы? Как страховая компания поможет отстоять право на качественную медицинскую услугу? Эти и другие вопросы норильчане адресовали руководителям городских медучреждений. На третью в этом году встречу пришло всего 13 человек. Немного и в этом специалисты видят свои плюсы. Подробнее Александра Молодцова. Любовь Герман пришла просить не за себя, а за внука. Через две недели ему исполнится пять лет. Диагноз мальчика – детский церебральный паралич. В детский сад реабилитационный центр его не берут, ведь сам себя обслуживать он не может. И в результате никто не занимается, никто не помогает, кроме федеральной социальной службы, которая приходит, делает уборку, которую в принципе можем сами сделать. Вот хотелось бы, чтобы как-то дети такой категории обратили внимание. Любовь Николаевна оставила письменное обращение. Руководитель территориального отдела Краевого Минздрава пообещал ответить в предусмотренный законом 30-дневный срок. Любовь Герман покинула встречу с надеждой, что внуку все-таки помогут. Если будет необходимость, я вас приглашу на прием. Мы с вами еще отдельно пообщаемся. На этой встрече прозвучало всего пять вопросов. Большинство из них разрешить в зале публичной библиотеки было невозможно, а руководители медучреждений взяли больные темы на контроль. Полный ответ прозвучал лишь на один вопрос. Куда обратиться, если не согласен с решением Бюро медико-социальной экспертизы? Устанавливают, продляют, определяют уровень инвалидности исключительно специалисты Бюро медико-социальной экспертизы. Они являются федеральной структурой, которая в принципе ни Министерству здравоохранения, ни иным учреждениям здравоохранения не подчиняются. Если вы не согласны с решением, принятым филиалом Бюро здесь, вы можете их решение обжаловать на уровне Краевого Бюро. Директор Красноярского филиала самой популярной страховой компании в Норильске Алена Орлова присутствует на встрече с норильчанами впервые. Она отметила, что в последнее время люди, недовольные качества медицинской услуги, все чаще обращаются к ним за помощью. Иногда люди, даже еще не обратившись в медицинскую организацию, уже поднимают вопросы, что вдруг если я туда приду, у меня чего-то там не получится. И понятно, что нам проще объяснить и быть таким посредником между врачом и пациентом, объяснить на человеческом языке, как ему нужно поступить в той или иной ситуации. Подводя итог, Коба Кавтиладзе отметил, то, что на такие встречи приходит немного людей, хороший показатель. Это значит, что свои вопросы люди научились решать на местах. Александра Молодцова, Андрей Казак, Вести, Норильск. Уже завтра норильчане смогут задать свой вопрос представителям практически всех юридических служб города. День бесплатной юридической помощи пройдет на втором этаже административно-делового центра на Нанс на 69 с 14 до 18 часов. Кто посмел развести огонь напротив здания пожарных, расскажем во второй части выпуска сразу после прогноза погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вы смотрите Вести Норильск и мы продолжаем. Они и строгие наставники, и вторые мамы. Сегодня работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник. Легко ли быть воспитателем, выясняла мать двоих детей Елена Степаненко. У меня сегодня настроение вот такое. Пчела веселая. Автор своеобразного индикатора настроения – воспитатель группы «Пчелки» Мария Кушнир. Она же придумала и интерактивную стену «Медовые затеи», на которой каждый ребенок отмечает, в какую игру он сегодня хочет поиграть. Педагог высшей категории с 15-летним стажем признается – быть воспитателем просто. Успех держится на трех китах. Это, конечно же, ответственность. Это творчество, потому что без него никуда. Ну и, наверное, выше всего стоит любовь к детям. Воспитатель, добавляет Мария Кушнир, профессия удивительная, похожая на машину времени. Она дает возможность заглянуть в страну детства, которое намного интереснее и богаче, чем мир взрослых людей. Задача педагога – разговаривать с детьми на одном языке. И у Марии Кушнир это получается. Воспитанники души в ней не чают. Она очень любит с нами играть. Она веселая. Красивая. А еще? Хорошая, добрая. Я люблю ее. С воспитанниками согласна и коллега Мария Кушнир, и ее тезка Мария Семенова. Девушка работает в саду всего два года, но под руководством опытного наставника уже многому научилась. Она очень опытный педагог. Она к занятию очень ответственно подходит, подготавливает весь материал заранее. Всегда знает, как удивить детей, что-то привнести в новое, в каждое занятие, каждый новый день. За умение внести что-то новое Марию Кушнир отметили в городском конкурсе «Воспитатель года-2014». Она стала лучшей в номинации «Оригинальное решение». Не зря, не жалею ни капельки. Конечно, да, бывают моменты, когда думаешь, нет, все, профессию менять надо, особенно когда выпускной. И ты думаешь, все, это последние ребята, ухожу в отпуск, ухожу в декрет, не знаю, увольняюсь. Но потом, когда ты видишь снова этих малышей маленьких, ты думаешь, нет, все-таки еще поработать нужно. Работать, чтобы отдавать всю любовь и заботу подрастающему поколению, и учиться у детей удивляться и восхищаться каждому мгновению жизни. Вот путь, который избрали для себя настоящие воспитатели. Елена Степаненко, Андрей Казак, Вести, Норильск. На перекрестке улиц Заводская и Октябрьская с интервалом в 15 минут обнаружено сразу 8 очагов возгорания. Все они ликвидированы. На тушение ушло в среднем по 20 секунд. Появление огня прямо напротив здания отряда пожарной охраны номер один за полярным филиалом Норникеля – дело рук самих пожарных. Среди представителей этой профессии прошел конкурс профмастерства. Это не пожары, даже не учебная тревога. Это конкурс профессионального мастерства. Всех участников разбили на 8 команд – пожарный и его наставник. По нормативу надеть боевую одежду огнеборцы должны за 27 секунд. Кому-то удается справиться раньше, а кто-то замешкался. Превысил установленное время за каждую секунду минус 1 балл. Кто-то скажет, чересчур строго, но в этой профессии по-другому нельзя. Ошибок в нашей профессии быть не должно. Почему мы проводим постоянные занятия, тренировки, конкурсы? Если есть какие-то моменты, ошибки, мы стараемся их устранять в ходе проведения занятий. Но не на пожаре, потому что на пожаре исправить уже что-то будет тяжело. Второй этап практического конкурса – оказание первой медпомощи. По легенде, у мужчины, в этот раз это не Гоша, не Жора, а просто клиент, закрытый перелом голени. Верно наложил шину, рассказал порядок действий. При обнаружении пострадавшего на производстве получи 20 баллов. А это уже третий этап – установка выдвижной лестницы без использования автоцистерны. Вес снаряжения около 40 килограммов, плюс полная экипировка. А это еще около 10. Все легко. Это работа. Сейчас нет той стрессовой ситуации, которая на пожаре. Сейчас не задумываешься, сейчас расслаблены все, все хорошо. Сейчас будет адреналин, будет огонь, будем тушить, будет адреналина побольше. Сегодня в подразделении управления пожарной безопасности заполярного филиала 4 отряда пожарной охраны в центральном районе Толнахи, Дудинки, на площадке Надежды и части, в КРК, в районе нефтебазы и на Рубнике Скалистый. Всего 365 человек. В боевом расчете от 8 до 12 машин, плюс две резервные в каждой части. Техника обновляется. Из последних приобретений автомобиль рукавный АР-2 и пожарная насосная станция, подающая 110 литров в секунду. Задачи, которые ранее считались невыполнимыми, теперь решаются в считанные минуты. Это ликвидация крупных, больших пожаров. В том числе, допустим, вот этот автомобиль, прокладка рукавных линий на большое расстояние от водоисточников. И 110 литров в секунду, это значит, что теоретически мы можем поставить 4 лафетных ствола. Это очень много. Каждая секунда на пожаре может стоить жизни, поэтому огнеборцев каждое мгновение на счету. По итогам теоретического и практического этапов конкурса, лучшим пожарным стал Михаил Левшанов, на втором месте Денис Устинов, на третьем Юрий Бражник. Завтра в Норильске начнут читать Север. Всероссийский междисциплинарный форум пройдет в библиотеке на Ленинском 20А. В двухдневной программе «Круглые столы» презентация северного номера журнала «Звезда» с разделом о Норильске и разговоры о том, можно ли комфортно жить на севере. Как изображали таймыр на старинных картах, как готовили педагогов для Крайнего Севера, как декабристы планировали захватить счету и что из этого вышло. В мероприятии примут участие историки, литераторы, географы, экономисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Выборга и Норильска. Форум инициирован компанией «Норникель» при поддержке городской администрации. Первый доклад «Север» как аргумент в полемике о путях развития России начнется завтра в 14 часов.